посмотрите какую прелесть я сегодня заказала себе вот мне даже набросали тут замороженной малинки ну вот буду пробовать жара поэтому думала что холодный но нет он горячий однако как интересно видите как внизу там какой-то кофе ладно друзья я снова на набережной las palmas пляж настолько огромный знаете что я прихожу сюда каждое утро следующего дня и постоянно иду разными улицами постоянно захожу на разные какой-то кусочек пляжа и потом я не могу сориентироваться где именно я нахожусь ну вот знаете сегодня опять как-то очень необычно и я попала опять в новое место со мной такое случается у меня так называемый топографический кретинизм друзья я заблуждаюсь в трех соснах а я еще обещала вам вести репортажи каждый день с колена по поводу своего отдыха но вот видите как-то не очень зашло мое второе видео о итальянцах их привычках и нравах да еще у меня спрашивают как как я умудряюсь ездить откуда деньги зинда вот этот вот вопрос не дает покоя моим зрителям и многим конечно но вот спрашивают тем не менее я очень-очень легко могу ответить вам на этот вопрос друзья ну и при том что я уже много раз на него отвечала как бюджетно отдыхать и я объясняла вам как можно прекрасно отдохнуть не сильно много тратив на это денег прежде всего нужно конечно научиться использовать интернет для поиска жилья конечно же что входит в отдых естественно прежде всего вы должны найти для себя нормальное бюджетное жилье то есть проживание в зависимости от времени года конечно все это но тем не менее можно найти я искала раньше отеле на booking.com вы знаете такую программу очень распространена она там можно задать критерий поиска можно поставить сначала от низких цен до высоких ну и конечно же не хостелы вот эти вот в которые там по 4 по 8 человек в комнате это можно вообще очень дешево конечно снять жилье в таких местах но это больше для молодежи для студентов как я уже тоже объясняла в апреле месяце я была в испании португалии точно таким же образом я себе на booking.com и еще на аэрбин я себе заказывала жилье приезжала на 3 на 4 на 5 дней и потом путешествовала на автобусе дальше 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 вот так вот в порта я тоже остановилась очень недорого 45 45 евро по-моему я платила в день но здесь я хочу сразу знаете тоже такую небольшую вещь вам объяснить чтобы может быть не попасть в просак если вы путешествуете впервые в какое-то место вот например как я приехала в лас пальмас я конечно же смотрю в интернете что из себя представляет этот город что из себя представляет этот остров но в интернете однако же тоже полностью ты представление о себе не составишь это надо очень много всяких разных блогеров пересмотреть перештудировать много информации у меня обычно на это не хватает терпения вот поэтому так так вот что я хочу сказать как я сейчас научилась делать для себя наиболее выгодно и удобно я вот например лас пальмас когда я ехала я забронировала отель хороший прямо в центре прекрасный отель 90 фунтов стоит ночь это довольно дорого там еще и со скидками притом на одного человека 90 фунтов за ночь 4 звездочный отель в самом центре старого города я вам его покажу вот я бронирую на один день я приезжаю обычно у них даже есть трансфер то есть они вас встречают в аэропорту вы договариваетесь ну как белый человек я приехала там прекрасные апартаменты но вы знаете я бы не сказала конечно что шикарный отель он не выглядит на 4 звезды он маленький он я покажу вам там бассейн наверху совсем малюсенький четырехэтажный на четвертом этаже маленький бассейн какой-то маленький там такой закуточек даже нет лежаков но может быть они на этом не зацикливаются потому что у них рядом огромное море да но тем не менее как я уже сказала пляжи тоже далеко да ну вот короче ближе к делу как говорится что я хочу именно сказать после того как я расположилась в этом отеле мне нужно все вокруг обойти узнать спросить поинтересоваться где тут ближе где тут дешевле где тут лучше как я в общем то и делаю и в течение дня я занимаюсь тем что я подыскиваю себе уже на остальное время нормальные апартаменты может быть отель какой-нибудь подешевле но вы знаете с отелями конечно все равно вы много заплатите а вот апартаменты можно найти вполне себе приличное что я так в общем то здесь и сделала я сразу же нашла апартаменты на девятом этаже 10 минут пешком от старого города от моего вот этого четырех звездочного отеля 10 минут мне пешком прогулочным шагом до моих апартаментов я их тоже вам покажу там как эти апартаменты выглядят общая кухня общая ванная комната душевая и три маленьких комнатки отдельных для каждого человека одна побольше на пару и две одиночные комнатки вот я здесь живу сейчас рядом со мной девушка и еще молодая пара я их даже не вижу очень хороший хозяин молоденький тоже испанец мы зовут его аскар очень вежливый да знает английский язык как я уже по-моему сказала вам в прошлом видео он мне объяснил как куда чего добраться он каждый день в два часа приходит все драит моет убирает меняет полотенце все узнает спрашивает что нужно не нужно вот у него там даже есть все принадлежности в ванной и и шампуни крема значит там что еще гель для душа мыло но это все у него есть в общем знаете замечательно на кухне вся посуда прекрасная плита микроволновка холодильник большой у каждого своя полочка отмечена по номеру комнаты кто-то мне сказал как так можно как так можно но вы знаете я просто в восторге мне очень нравится и и вот это все у меня обошлось сейчас я вам скажу за оставшихся ну почти 18 дней так у меня получилось да так вот за 18 дней я заплатила 300 евро 300 евро это прекрасно понимаете сами да вот то есть вот пожалуйста я сразу сэкономила на жилье я сэкономила не только на жилье но я сэкономила и на питании как вы понимаете да мне не нужно платить как в ресторанах в отелях обычно брекфаст какой-то там завтрак вам включают совершенно вам ненужных какие-то там яйца приносят или континентальный завтрак там с сосисками и с беконом в такую жару мне это абсолютно не надо я предпочитаю то что я люблю кушать на завтрак там давайте в лучшем случае кофе даже где-то пойти за один евро себе купить взять как вот я напустим сейчас да вот то есть это тоже сразу очень сильно удешевляет ваш отдых ну и последнее что осталось нам это перелет до перелет туда и обратно само собой я опять же здесь выбираю компании бюджетные райн айр визаер и джет по-моему вот эти три сейчас они у нас самые бюджетные компании перелетные авиал авиалинии вот там прекрасные тоже самолеты боинг 737 по-моему да они средней величины на 300 пассажиров рассчитаны вот как здесь сэкономить тоже друзья сразу объясняю сейчас здесь когда вы заказываете билет на перелет у вас сразу спрашивают какой у вас багаж хотите ли вы покушать хотите ли вы себе выбрать место когда вы летите это себе совершенно вам не нужно место выбирать не нужно это сразу может быть не так и много денег там 7 фунтов но все равно зачем до сэкономили дальше по поводу багажа значит я никогда не беру большой багаж который сразу удорожает ваш перелет на 40 на 50 фунтов сразу удорожание билета понимаете да ну то есть в два раза вот я беру только ручную кладь у меня уже есть специальный рюкзак по моему вам его тоже показывала к сожалению вы знаете к авиакомпании сейчас тоже очень ушлые все и раньше ручная кладь это был маленький чемоданчик он у меня тоже есть такой по моему 60 на 40 или 55 на 40 ну в общем есть они продавались маленькие на колесиках чудесное там хватало мне вообще с головой всего брать с собой вещей но компании сейчас поняли что им это не выгодно и они уменьшили ручную кладь в самолете вообще до до размера небольшой сумки ну или вот рюкзака небольшого как я например там по моему 45 на 30 на 20 теперь как-то так но то есть уже чемоданчик вы не возьмете за чемоданчик маленький который раньше был ручной кладью вам придется доплачивать 48 50 фунтов что в общем-то сразу он туда и обратно это 100 фунтов лишних вы заплатите за свой багаж здесь не зима вам не нужно брать шубы и теплые сапоги и шапки да вы сами понимаете шорты маечки футболочки бросили я обычно скатываю валиками все это когда берут укладываю очень плотно и мне хватает просто замечательно всего но если уж так вот что-то я хочу теплое с собой взять то я надеваю на себя иногда надеваю на себя свитер значит какую-то футболочку свитер и еще и эту курточку легкую вот это все я надеваю на себя потом там на руке несу допустим да вот даже если не помещается в рюкзак то это ваша одежда она вполне приемлемо переносится что касается питания в самолете сейчас это тоже да за дополнительную плату люди берут я предпочитаю что-то взять с собой вода конечно вам воду пронести не разрешат но вы потом купите в дьюти-фри бутылочку воды допустим с собой да и я беру обычно какие-то фрукты или даже беру в контейнере салатик мне хватает прекрасно а последнее время в связи с тем что я вы знаете решила немного сбросить вес похудеть то я даже и оставляю разгрузочный день для себя день перелета у меня получается разгрузочный день я пью только воду все прекрасно друзья вот так что у нас получается в итоге в итоге получается что я за три недели отдыха на канарах включая перелет туда и обратно я заплатила 500 фунтов 500 фунтов вы можете вполне сэкономить где-то отложить по чуть-чуть откладывать и это не такие большие деньги но я еще с собой конечно беру здесь карточки все эти тоже можно использовать в банкоматах без проблем вот я беру с собой карточку на всякий случай мало ли мне что-то еще пригодится конечно же я еду закупаю продукты свежую рыбу морепродукты я обожаю фрукты овощи я обожаю я здесь беру вот эти вот перепелиные яйца я утром их пью натощак очень замечательно вот в общем я покупаю то что мне нравится и готовлю сама что очень очень удешевляет мой отдых вот друзья кто спрашивал прямо все как на духу вам рассказала пожалуйста пользуйтесь замечательные подсказки лайфхаки для бюджетного отдыха недорогого который может себе позволить практически каждый а у меня на сегодня для вас все друзья задавайте вопросы если какие-то остались у вас не ясные моменты пожалуйста я всегда на связи с удовольствием вам отвечу берегите себя всем добра всем удачи всем хорошего настроения всем пока пока всем пока